коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю друзья что полным ходом у нас с вами идет набор на бесплатный онлайн-курс самодисциплина для писателей сценаристов который пройдет с 1 по 10 сентября и если вы еще не вписались в этот наш новогодний курс то пройдите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой друзьям и да этот урок как я вам говорил этот урок у нас проходит записи я нахожусь в поездке но тем не менее надеюсь что на качестве контента это никак не отразится хотя конечно уровень энергии до уровень обмена энергии в прямой трансляции в записи он конечно работает это совершенно по-другому мне больше нравится прямой эфир ну посмотрим в прошлый раз мы с вами говорили о модели путь героя и я вам давал модель разные модели дат рассказывал о разных моделях и рассказывал показывал как работает моя собственная модель разработанная на основе модели кэмпбелла и сегодня мы с вами будем говорить о модели путь героини очень непростая тема и я бы не сказал что мне по этой теме все понятно и я готов быть спикером да то есть я готов полностью ее раскрыть во всех ее аспекта почему потому что на мой взгляд она пока не устоялась сама эта модель то есть идет тестирование идет изучение этой модели и она идет ну уже уже довольно давно прежде всего ну вообще говоря о модели путь героя путь героини да здесь важно оговориться прежде чем я начну как бы к самой сути перейду что конечно вопросы пола а также вопросы гендера они имеют значение но в целом совершенно спокойно женщина может проходить модель путь героя а мужчина может проходить путь героини то есть они не 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 привязаны как бы непосредственно гендеру они не привязаны мы говорим именно о структурных моделях и мы говорим именно социальных моделях и понятно что в обществе существовали определенные модели отношений да то есть существовала определенная патриархальная модель в которой у мужчины была одна роль у женщины была другая роль и очень многие роли доступные скажем так понятно что здесь женщины были что называется угнетенным классом и очень многие роли доступные мужчинам женщинам не были доступны и это накладывало определенные ограничения однако с наступление прошу прощения с наступлением индустриальной эпохи то есть но где-то там плюс-минус лет триста назад ситуация начала меняться и она очень сильно начала и прям резко начала меняться в девятнадцатом веке то есть уже восемнадцатом веке было видно куда дело идет а в девятнадцатом веке и подавно и весь девятнадцатый век в литературе мы наблюдаем что называется попытки такого женского бунта и попытки со стороны мужчин и особенности в особенности мужчин литер литераторов попытки этот бунт подавить потому что ну скажем госпожа бавари и наша версия анна каренины это в целом такая попытка подавить право женщины распоряжаться собой со стороны мужчин да то есть это такой такой такая патриархальная патриархальная встречный пал такой патриархальный встречный пал и соответственно до пути героя до модели вернее до модели пути героини до возникновения самостоятельной героини которая побеждает было в это время еще очень очень далеко и вообще сюжеты в которых до могла быть сильная героиня но всегда это сильная героиня она как выглядела ее победа да ее победа выглядела так что она в итоге выходила замуж за какого-то прекрасного принца да то есть это начиная со сказок с фольклора с мифа там и так далее так далее да дюймовочка чем закончила она вышла замуж за короля эльфов и вот в литературе то же самое да то есть плохие героини героини которые бунтовали они погибали до либо травились либо кидались под пояс а героини которые признавали патриархальный мир они получали свою патриархальную награду и стены благополучно становились что называется родильными машинами как наташа ростова у того же толстого но тем не менее да чем дальше тем больше женщины отвоевывали свою свободу и в литературе в мифе тоже это было и одна из учениц джозефа кемпбелла марин мёрдок за что купил зато продаю источника не знаю этой истории насколько она правдива тоже не знаю значит какой-то момент после лекции она к нему подошла и спросила как же так вот вы рассказываете про путь героиня про путь героя а должен же быть отдельный самостоятельный путь какой-то и у героини и он будто бы ей ответил с неким раздражением что какой может быть отдельный путь героини героиня это женщина это награда для героя и не более того она не может быть самостоятельной героини и marine мёрдок это так заделась живое что она пошла и составила собственно свою свою модель пути героиней она довольно любопытная и долгое время она использовалась именно как такая ну вот прям классическая модель да есть есть какие-то истории сделанные прям папа по этой модели до танцующие с волками эрин брокович но меня смущает то что по сути там вот ну вот две этих истории есть то есть пока эта модель она выглядит не то что не жизнеспособной но она пока на мой взгляд ну что называется борется за существование да то есть она пытается найти себя и найти это место выглядит она следующим образом я в она состоит из 10 стадий я вам их прочитаю при необходимости если вам там захочется поподробнее найти просто забейте в поиске марин мёрдок путь героини и можете найти и книгу ее и обзорные статьи где все это описывается вот 10 стадий первая стадия дистанцирования от женских обязанностей тут все понятно да то есть женщина встроена в социум у нее есть определенные роли как у женщины да она мать она жена да она что называется домашняя прислуга да и так далее так далее да и соответственно она для того чтобы начать движение вообще начать какую-то самостоятельную жизнь она должна от этих женских обязанностей дистанцироваться то есть что называется бросить ребенка до бросить передник этот кухонный и выйти выйти на волю и начать начать делать что-то другое не то что делают другие женщины дальше следующая стадия отождествление с мужскими функциями то есть у тебя есть модель да она тебя не устраивает ты из этой модели уходишь отказываешься от нее а других моделей у тебя нет да то есть тебе все равно нужно что-то делать тебе нужны какие-то модели поведения и соответственно что делаешь ты берешь ту модель которую видишь до мужскую модель то есть если у мужчин все получается да значит вот я возьму мужскую модель и героиня надевает мужской костюм отправляется служить в армию да и и или еще что-то делает да то есть делает какую-то чисто чисто начинает курить сигары берет на себя какие-то функции которые до сих пор в обществе считались чисто мужскими дальше происходит что третье пусть испытаний да но и в итоге соответственно да и и физиологии и и психология и и психофизика входит в противоречие с этими функциями мужскими да и начинаются какие-то испытания в которых она берет как кажется да она берет вверх стадия 4 иллюзорный успех да то есть что-то начинает получаться или мир делает вид что у нее что-то получается дальше стадия 5 сильные женщины могут сказать нет честно говоря я эту стадию не очень понимаю да то есть чему именно героиня говорит нет могу предположить что но некой попытки вернуть ее в стоило да то есть мужчины смотрят на нее видят а какая симпатичная девушка вот она прям пытается человека из изображать надевает там человеческий костюм до курить сигару прям как человек и делает вид что она прям как будто человек это было мило это было любопытно а теперь детка давай делай вернись к своим функциям да и начинается либо там какие-то сексуальные притязания со стороны мужчин либо начинается типа давай-ка хорошо мы в это поиграли а теперь выйди из комнаты нам надо обсудить серьезные вопросы и сильная женщина она этому противостоит она отказывается от этого да то есть противостоит попытки обратно вернуть в мужское стойло дальше следующая стадия 6 посвящение и спуск к богине да то есть он соответственно примерно соответствует погружению в бездну но там происходит ну некая встреча с неким чем-то да чем-то не хочу говорить сверхъестественное потому что в принципе в этой модели сверхъестественного нет да с чем-то что олицетворяет некую вечную женственность дальше происходит что седьмая стадия желание воссоединиться с женским началом и восьмая стадия исцеление раскола между матерью и дочерью на мой взгляд все эти три стадии они друг друга дублируют то есть они сливаются в одно да то есть она попробовала быть как мужчина и и поняла что ее тянет обратно во первых к богине да во вторых к женскому началу в третьих к матери да то есть она дочь у нее есть мать она же богиня она же женское начало и она вот в этих трех стадиях которые ну на мой взгляд структурно друг друга дублируют да она с этим женским началом воссоединяется дальше следующее начинается поиск внутреннего мужчины с большим сердцем здесь я тоже честно говоря не не до конца понимаю да то есть что здесь происходит поиск анимуса да то есть соединение с анимусом то есть все-таки вот этот внутрь да там еще есть как бы комментарий до поиск и исцеление внутреннего мужчины да то есть она внутри мужчина есть но он болен его надо исцелить и потом с ним что-то каким-то образом начать с ним взаимодействовать то есть в итоге так и непонятно она остается одна да либо она встречает этого какого-то мужчину с большим сердцем да то есть что происходит вот для меня вот вопросы без ответа в этой модели честно говоря и дальше десятая стадия за пределами двойственностями стадия который еще более честно говоря меня ставит в тупик да то есть происходит по сути насколько я понимаю да происходит интеграция архетипа противоположного пола да то есть в соединение аниме и анимуса да если мы будем пользоваться ингянской терминологии да то есть это ну такой священный брак да внутренний внутренний брак результатом которого является некое рождение божественного ребенка да то есть когда ты части вот эти этой души соединяешь в себе да и мужчину и женщину и от них рождается нечто третье да то есть как можно выйти за пределы двойственности ну только одним способом да то есть создать нечто третье то есть и вот здесь получается некий аналог такой хозяина двух миров то есть хозяином двух миров становится нечто третье мне не очень нравится мысль то что героиня в итоге превращается в такого гермафродита хотя такая точка зрения тоже существует на это да что в этой модели результатом является некий гермафродит совмещающий в себе оба начала то есть это архетип воплощающий полную завершенность да и вот это получается ну как бы да вот выход за пределы двойственности нечто третье в итоге еще раз я подчеркну что это мое личное как бы непонимание вполне может быть что там кто-то из вас лучше понимает этот модель и эту модель и и это нормально и это правильно и это понятно и более того я уверен и надеюсь что кто-то кто-то именно из женщин исследователей просто ну в силу лучшего знания материала в конце концов создаст разработает какую-то более точную модель и я тут совершенно не не никак не буду пытаться не знаю за приоритет бороться вот мне важнее чтобы эта модель была почему потому что я предполагаю что это и будет главный сюжет в течение следующих 100 может быть с лишним лет то есть становление модели путь героини и сейчас она вот она трудно идет нащупывается делают фильмы они проваливаются делают они получаются да то есть вот мне кажется что идет 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 на нащупывание этой модели надо будет посмотреть как барби соответствует она этой модели или нет и вот то что я никак и никогда не мог понять и до сих пор не могу понять в модели путь героини мертвых почему финну во первых мне не нравится структурная вот это структурное дублирование спуск богини воссоединение с женским началом исцеления раскола между матерью и дотерью да во первых это дублирование до структурное одно и то же повторяется другими словами а во вторых то что здесь нет нет конфликта то есть в этой модели вообще нет конфликта конфликт есть в начале когда героини дистанцируется от женских обязанностей все конфликт да нет еще появляются тогда когда сильные женщины могут сказать нет да то есть когда мир ее пытается поймать до и она отказывается а дальше все дальше конфликт чем чем дальше к концу тем у нас конфликты становятся все меньше и меньше самый сильный конфликт в начале потом слаб же конфликт на пятой стадии и дальше конфликт отсутствует На мой взгляд, это вообще просто и драматургически неправильно. Основа драматургии – это конфликт. Нет конфликта – нет трансформации. Если происходит какие бы то ни было, какие-то движения происходят без конфликта, это значит, что, скорее всего, мы просто возвращаемся в какое-то исходное состояние, а не движемся к чему-то новому. Для того, чтобы было что-то новое, должен быть конфликт. А его здесь нет. И дальше, почему финал этой модели – излечение внутреннего мужчины и объединение мужского и женского начала. Получается, я подчеркиваю, что это не я утверждаю, а это следует из моделей, что просто женщина этого недостаточно. То есть, мужчине для того, чтобы пройти свой путь, нужно быть проглоченным китом, погрузиться в бездну, найти меч, поразить чудовище. То есть, ему ни с какой женщиной интегрироваться не нужно. Более того, есть модели, в которых женщина-богиня его искушает, или сирена, и он это искушение преодолевает. А женщине для того, чтобы обрести себя, обязательно нужно интегрировать в себя внутреннего мужчину, да еще для этого его предварительно излечив. То есть, его нужно найти, во-первых, в себе, порывшись, да, излечить, а потом его в себя интегрировать. То есть, получается, еще раз я подчеркиваю, именно исходя из этой модели, что мужчина целен по определению. И чтобы сохранить эту свою цельность, он должен отказаться от женщины, да, то есть, в набежавшую волну ее бросить. Женщина, еще раз подчеркиваю, в соответствии с этой моделью, получается так, что она ущербна по определению. И может реализоваться, лишь соединившись с мужчиной. Реальным или внутренним, да, но даже если достанется внутренний, то он, значит, всегда больной, и его еще надо излечить. И вот скажите мне, что не мужчины придумали эту концепцию. Ну, то есть, я понимаю, что ее разработала Мердок, но это сама по себе концепция, она голимая, это голимый сексизм. То есть, просто вот, ну, неприкрытый. И получается, что если героиня не реализовала себя в истории как мужчина, то она структурно нами, зрителями, читателями воспринимается как неудачница. То есть, если ты не получился как мужчина, то ты неудачник. И мне кажется, что, может быть, было бы более плодотворно развивать эту историю в ту сторону, что сама концепция женских и мужских способов реализации – это наследие индустриальной эпохи. А раз так, то может быть выброшено на помойку, потому что у нас сейчас постиндустриальная эпоха. И раз так, то путь героиня должен быть вообще о чем-то другом. То есть, вполне может быть, еще раз, это только моя гипотеза, я не знаю, вы можете вольны с этим спорить, естественно. Но возможно, что сама по себе эта идея гендерного разделения, она устарела. И нужно говорить о том, что и герой, и героиня, они могут реализоваться любым удобным для себя способом. И только они сами могут выбирать критерии для оценки успешности или провальности своего путешествия. Вот такая вот идея. Теперь дальше. Давайте посмотрим, собственно, на сами эти модели. На мой взгляд, путь героя – это, ну, он нас возвращает к теории основного мифа. То есть, это теория, которая была создана в 60-е и 70-е годы советскими лингвистами Топоровым и Ивановым. И они полагают, что вся человеческая история, вся человеческая мифология, она выросла из сюжета борьбы со змеем. То есть, есть некий небесный гравомержец и некий хтонический змей, чудовище некое, с которым герой сражается. Если мы посмотрим, ну, действительно, это похоже, да, то есть, начиная с индийских каких-то мифов о поединке царя Индры с Вритрой. Да, наши эти бесконечные, бесконечный поединок со змеем на Калиновом мосту, да, и они предполагают, что в этом мифе скрыта идея о таком космогоническом переходе от хаоса к космосу. В этом есть смысл. Да, то есть, Перун и Велес, Илья Муромец и Змей Горыныч и так далее, и так далее. Да, то есть, и из этого мифа, по мнению Топорова, и выросло представление человечества о свете и тьме, о добре и зле. При этом, что самое интересное, что, например, наш с вами любимый Владимир Яковлевич Проп пишет о том, что у древних народов нет драконов. То есть, если мы откатаем назад на 2-3 тысячи лет, да, то есть, вот мы видим вот этот вот наш первый миф, да, но мы откатываем назад, и мы видим, что их там нет вообще. Да, то есть, они появились позже, чем 2-3 тысячи лет назад. То есть, мы их создали своим воображением. Наверное, у этого есть какие-то, ну, чисто исторические предпосылки, что, допустим, там, где-то там 2-3 тысячи лет люди начали находить кости динозавров, начали их сопоставлять, да, и у них появилось такое понимание, что вот когда-то здесь жили вот эти огромные-огромные эти чудовища-звери на нашей земле. Вот, и они создали вот этих драконов. Ну, в целом, вот Проб считает, что мы их своим воображением создали, сгустили, что называется. И тоже красивая концепция, да, тоже может быть. То есть, про что путь героя, да, он про то, что герой куда-то сходил, победил там кого-то и вернулся. То есть, это такая более или менее первобытная история. Теперь давайте посмотрим, а что у нас с героиней. Героиней надо никуда ходить. Ну, у нее есть герой на то, чтобы куда-то сходить, кого-то победить и вернуться. У героиней так уже все есть. И все, что у нее есть, это все внутри ее. И ее задача, жизненная задача, научиться этим пользоваться. То есть, для того, чтобы женщина реализовалась, нужно... Нет, она, если захочет, она может реализоваться и как мужчина, и как женщина, и как мать, и как кто угодно. Да, то есть, важно просто понимать, что это ее выбор, ее право. Да, и она сама может принимать решение реализоваться тем или иным способом. Потому что у нее для этого есть все ресурсы. И я предполагаю, я честно скажу, что я очень много над этим думал. То есть, ну, если я скажу, что я лет 10 над этим думал, то это будет очень близко к правде. И в итоге, в конце концов, где-то там пару лет назад я сформулировал модель. Модель, что называется, путь героини Помолчановой. Я ее впервые рассказывал два года назад на «Практической магии». На первом сезоне. Сейчас я вам еще раз ее хочу дать. И с тем, чтобы, опять же, не как некую истинную в последней инстанции, а как некий повод для размышления. Чтобы, возможно, во-первых, с одной стороны, вы посмотрели на себя, на свою ситуацию через этот фильтр. И это касается не только женщин, но и мужчин тоже. То есть, я предлагаю и мужчинам тоже посмотреть на свою жизненную ситуацию через фильтр пути героини. А во-вторых, если, например, может быть, вас, опять же, я понимаю, что когда человек, уверенно размахивая руками, что-то рассказывает, сразу же хочется с ним поспорить. И, может быть, вы, оттолкнувшись от этой модели, предложите какую-то другую свою модель. И, может быть, она и будет в итоге тем самым искомым сюжетным святым Граалем. И я с удовольствием, конечно, если появится работающая модель, я просто ее приму и буду считать, что все отлично. Итак, вот как выглядит, на мой взгляд, эта модель. Первое. Я счастлива в своем мире. То есть, есть какой-то мир, в котором героиня существует, и она в этом мире счастлива. И, в отличие от героя, да, герою плохо в его мире. Героине в ее мире хорошо, комфортно. Плюс по эмоциям, плюс. Дальше происходит что-то, в результате чего открывается ложь ее мира. Да, то есть, обнаруживается то, что на самом деле ее мир стоял на каком-то очень зыбком фундаменте. То есть, удар наносит мир. В отличие от пути героя, которому плохо в его мире. Ему жмет в этом мире. Героине в ее мире хорошо. Вот. И она бы продолжала и дальше в нем существовать, если бы он каким-то образом под ней не разрушился. Разрушиться он может самыми разными способами. Вот как в сериале «Хорошая жена», да, внезапно выясняется, да, что муж не изменял и там был коррупционером и так далее, и так далее. Дальше что происходит? Героиня отказывается признать ложь своего мира. Да, то есть, она пытается продолжать существовать в той же парадигме, действовать по тем же стратегиям, делать то же, что она делала раньше, в надежде получить тот же самый результат. В результате что? Четвертый мир наносит смертельный удар. Дальше героиня получает подсказку от старшей подруги. Опять же, эта старшая подруга может быть кем угодно. Это может быть мать, может быть действительно подруга, да, может быть какой угодно представитель, да. То есть, это представитель общества, старшая подруга в данном случае. Вплоть до того, что это может быть мужчина какой-то. То есть, что такое старшая подруга, да. Это героиня, которая прошла этим путем и поняла, что работает для того, чтобы добиться успеха. И какую же она подсказку дает? Она дает подсказку стать мужчиной. Дальше шестое. Я становлюсь мужчиной. Героиня становится мужчиной. Начинает использовать мужские стратегии. Все как в модели мертвых. Дальше у нее поначалу начинает получаться быть мужчиной. То есть поначалу эти стратегии действительно приносят некоторый результат. Но в итоге происходит катастрофа. Из-за чего? Может быть множество причин. Из-за того, что из-за несоответствия, неконкурентности. Опять же, как я говорил, женской психофизики и мужских стратегий. Либо окружение ее не принимает. Не принимает женщину, которая действует по мужским стратегиям. В итоге происходит катастрофа. По ее ли вине или по вине общества. Неважно. Дальше. Для того, чтобы справиться с этой катастрофой, она использует как раз-таки мужскую стратегию. Для того, чтобы решить эту проблему. Так, как ее решали. Всегда решали мужчины. И в итоге что происходит? В итоге мир разрывает ее на части. То есть, мир наносит такой удар, от которого оправиться невозможно. И дальше происходит следующее. То есть, происходит конфликт. Мощнейший конфликт, который разбивает жизнь героини в дребезги. И дальше я долго думал, как бы, а что здесь происходит? Сюжетно что происходит? А сюжетно здесь происходит зеркало. То есть, она оказывается перед зеркалом, которое показывает ее такой, какая она есть. Что может быть этим зеркалом? Этим зеркалом может быть все, что угодно. Это может быть серые глаза ее ребенка. Это может быть встреченный мужчина с большим сердцем. Это может быть внутренний мужчина с большим сердцем. Это может быть ее мать, с которой она мирится и исцеляет их отношения. Это может быть богиня, к которой она спускается или поднимается. То есть, не важно. то есть кто-то это всегда кто-то да то есть это всегда человек с которым она встречается и в котором видит свое отражение и видит себя такой какая она есть и дальше 12 что происходит 12 происходит обретение целостности то есть разбитая на части на осколки разбитая душа соединяется и становится цельный и для того чтобы быть цельной и не нужен никакой ни внутренний мужчина не богиня не мать ничего никто не нужен до всего этого достаточно она становится цельной и что будет после этого на самом деле не важно да то есть если она захочет чтобы у нее появился мужчина с большим сердцем да он появится захочет дальше идти одна может идти 1 захочет что было вокруг нее много людей будет много людей захочет быть одна будет одна до захочет на небо пойдет на небо захочет на дно пойдет на дно то то есть но чтобы с ней может и погибнуть так все что угодно может произойти но самое главное что она обретает целостность и вот эта целостность она и снимает все внутренние конфликты то есть человек становится в итоге счастливы героини становится счастливой вне Независимо от того, что там внешне будет происходить. И дальше вы ее сюжетно можете вознаграждать всем, чем захотите. То есть, она обретает всемогущество. То есть, по сути, про что эта история? Про то, что внутри каждой женщины есть некий ядерный реактор. Бесконечный источник энергии. Которого нет у мужчины, кстати. Потому что мужчине для того, чтобы заряжаться, ему нужно все время бегать. То есть, ему нужен учитель, чтобы его научить. Ему нужен союзник. Ему нужно в бездну погрузиться с чудовищем, сразиться. То есть, мужчина это существо пустое. Ему все время надо жрать, 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 как у бурлюка. Будем кушать камни, травы. Все время ему нужно чудовищ побеждать. Для того, чтобы наполнять вот эту бесконечную пустоту. Женщина полная. И она полная изначально. И вот этот ядерный реактор внутри женщины, что называется, он закрыт таким неким саркофагом, как Чернобыльская АЭС. Саркофагом вот этих социальных обязательств. И когда она разбивает эти социальные обязательства, разбивает этот саркофаг, что происходит? Происходит взрыв. Ядерный взрыв. От которого гибнет вокруг все живое. И она сама, ее жизнь, да, то есть все разрушается, все. И в итоге мир наносит ей ответный удар на этот ядерный взрыв. И в конце концов, да, она видит себя, видит, что происходит, да, и начинает учиться этим ядерным реактором управлять. И вот на мой взгляд, путь героини про, не про поиск внутреннего мужчины в себе или за пределами себя, а про поиск способов управления этим ядерным реактором. И мне кажется, что человек, проходя и мужчина, и женщина, да, он может проходить этим путем героя, находить внутри себя этот ядерный реактор, спрятанный под покровом цемента, залитый этим саркофагом, снимать этот саркофаг, освобождать этот реактор и учиться им управлять. То есть, да, естественно, вот это следование этим путем, он неизбежно проходит через кризисы, через катастрофы, через разрушения, да, потому что когда ты снимаешь саркофаг, происходит взрыв. Но потом ты учишься, да, мы от физики здесь все-таки давайте перейдем к метафоре, да, когда ты учишься управлять этим реактором, у вас есть бесконечный источник внутренней энергии. То есть, вам не нужно оглядываться, вам больше не нужно никакого подтверждения вашей правоты снаружи, потому что у вас есть подтверждение правоты внутри вас. Вот, друзья мои, то, что я вам хотел сегодня рассказать. И, соответственно, я предлагаю вам, во-первых, подумать над самой этой моделью, да, посмотреть на свою жизненную ситуацию, насколько она соответствует этой модели, где вы находитесь на этой стадии, да, и что вы можете сделать для того, чтобы найти в себе вот этот источник внутренней энергии, для того, чтобы найти зеркало, да, которое вам покажет вас, да, чтобы снять этот саркофаг, запустить этот реактор и получить вот этот бесконечный источник внутренней энергии, который позволит вам двигаться, бесконечно двигаться к своим целям, быть цельными, счастливыми и абсолютно самодостаточными. Вот, друзья, что я хотел вам рассказать. Помимо этого, домашние задания, как всегда, значит, путь модели я вам прилагаю, путь героини письменно я к описанию урока приложу, и, помимо этого, продолжаем писать, делать домашние задания по нашей обычной программе. И увидимся в следующий понедельник в 12.00. Вот я смотрю на время, понятно, что когда я в записи говорю, естественно, без ответов на вопросы, без обратной связи, естественно, получается быстрее. Также в прошлый раз в 37 минут уложился, в этот раз в 36. Большое спасибо за внимание и пока-пока.